Так, мне по имейлу пришёл вопрос от Тамары Феофилактовой. Значит, это будет немного длиннее ролик, чем обычно, но я хочу ответить на него, потому что... Ну, это важный вопрос. Здравствуйте, Константин Натанович. Последние ваши ролики, ответов про судьбу России, очень пугающие. Вы начали риторику про развал России, что никогда здесь не будет демократии. Очень жаль, что вы далеко не здесь, не в России, видимо, имеется в виду. Россия остаётся прежней. Человек в таких условиях может только выживать из ума. Как-то не по-русски, но это не важно, ладно. Такого разобщения, как сегодня, мир даже не предполагал. Но это случилось. Экран разделил нас и объединил только через интернет. Экран, видимо, телевидение имеется в виду. Бессмысленно говорить сегодня о каком-то распаде. Мир весь на ладони. Только ресурсы остаётся у тех, кто способен их преобразовать и объединить каждого. Не очень грустно, что вы далеко. Учиться на ваших роликах уже бессмысленно. Не остаётся только заново открывать Россию. Ну, я уже сказал. Тут есть два момента. Это, ну, очень плохой, неточный русский язык. Но это бы бог с ним. Значит, дорогая Тамара, ну, вы, видимо, недавно приобщились к моим роликам и не слушали, не видели роликов моих с Валерией Ильиничной. Мы очень давно говорим о распаде России, о том, что процесс распада, который предстоит, это продолжение распада, ну, вот этой Советской империи, против которой я выступал, Валерия Ильинична. Мы записали, ну, ну, из десяток роликов по этому поводу и назвали причины распада. И причина распада – это не желание наше, раз, вы знаете, когда Советский Союз распался, Лерочку Новодворскую обвиняли в том, что она причина распада. Она пред... Галина Васильевна Старовой там сказала как-то, что в России был единственный известный политик, который мечтал, призывал распад России. Это Новодворская. И была даже карикатура такая, стоит Лерочка такая у края обрыва, такая изящная, полненькая и мизинчиком толкает серп и молот, который, значит, сейчас упадет, с обрыва. Ну, мы давно об этом говорим, правда, очень давно. Когда чекисты начали сворачивать демократические реформы, ну, это очень простой вывод. Понимаете, свободные гражданские права, одно из гражданских прав – это право владеть имуществом. Право частной собственности и право заниматься экономической деятельностью. Когда они начали сворачивать эти гражданские права, ну, стало ясно, что они будут со временем бороться и с рыночной экономикой. А рыночная экономика – это, ну, эффективный инструмент экономической деятельности государства. Ну, если они начнут бороться, ну, значит, они начнут сук пилить, на котором сидят. Вот. Ну, так оно и произошло. Строго говоря, сук под названием СССР, ну, тоже его начали пилить. Попытка улучшить СССР, попытка сделать вот такой югославский вариант. Сочетать элементы рыночной экономики и демократии с элементами социализма не получается. В Китае даже не получается. Два Китая, две системы – не работает. Призыв хороший, но не работает. Был уничтожен СССР точно так же. Значит, и этот распад, он продолжается. Это не новость распад России. Это продолжение того распада, который начался, вот, там, с распадом СССР. Начался, на самом деле, немного раньше 1991 года. Я думаю, году, так, в 75-м, когда эффективность экономики начала падать катастрофически. Россия, Советский Союз не выдерживал конкуренции на мировой экономике. Прекратился экспорт. Нечего было экспортировать. Покупать надо было зерно, кредитов не хватало, продавали нефть, вот, как сейчас. И Егор Тимонович, который написал книгу «Гибель империи», он просто предсказал этот процесс на примере СССР. Хотя, там, эта книга полна намеков на сегодняшнюю ситуацию. А вам не нравится распад вот этой злобной Советской империи? А, вы знаете, я сейчас признаюсь в нехорошем, так сказать, чувстве. Мне не понравился вот этот переходной процесс, который возник с распадом Советского Союза. Вот, и огромное число нищих, и люди, которые потеряли работу. То есть, хорошо было бы, если бы это всё происходило как-то мягче. Но происходило, потому что то, что было в Совке, в Советском Союзе, это вот я об этом очень много рассказывал. Мы сделали эту компанию, когда ещё кооперативы были, начали помогать нищим пенсионерам. Советский Союз, никаких радикальных преобразований ещё не произошло. Но нищие, голодные, там, пенсионерки, которые получали за пенсию 6 рублей, на это жить нельзя было, понимаете? Вот. То есть, существование этой империи зла, это тоже зло, и зло страшно. И сегодняшнее существование империи зла, чекистской, это огромная опасность для всего мира, но не только для граждан. И распад, кстати сказать, империи, тоже будет создавать колоссальные проблемы. Одна только проблема ядерного оружия. Ну вот, в прошлый раз, при распаде СССР, ну, оно начало расползаться, вдруг у Северной Кореи появилось ядерное оружие и ракеты. С ничего. Научных исследований они не вели, ну, не было просто ресурсов на это. Вдруг появилось. У Ирана появились ядерные и ракетные технологии. Слава Богу, там террористы не начали использовать, чего все очень боялись. Тактическое ядерное оружие, то есть маленькие взрывные устройства ядерные. А могли. Вот. Вы очень интересно тут говорите, что вот вы уехали, вы там не наблюдаете. Но это научное заключение. Когда я был в России, я писал и говорил об этом. Когда уехал, это как, знаете, как математическая теорема. Она же не зависит от того, кто ее доказал или формулирует. И где самое главное. Был такой математик Эйлер. Он и в Петербурге работал, и в Германии, в разных местах. Гений. Вот. И там философ был, Кант, тоже который работал в разных местах. Не зависит научное заключение от того, кто это говорит. И в каких условиях создается, где это говорит. То есть в каких условиях создается это научное знание, научное заключение. Поэтому я вас понимаю, вы реализуете такую тактику страусидную, понимаете. Вам это не нравится, то, что говорит Боровой. И мне не нравится. Но от этого, так сказать, объективная реальность не перестает существовать. От этого не перестает существовать очевидный совершенно факт, что экономика стала неэффективной. А политическая система стала неэффективной. И государство лишилось оснований для существования. Граждане не любят это государство и не хотят его. За это государство борется очень маленькая, очень компактная группа вот этих чекистов, окружения президента. Борются, кстати говоря, как мы с вами видим на примерах, там, Ингушетия, Дагестана, Хабаровска, Дальнего Востока, там, других регионов. Борются и с элитами региональными. Вот, борются с государством. Потому что эти региональные элиты, видимо, будущие элиты новых государств. Их не устраивает вхождение в вот эту имперскую Россию. И это не только национальное образование. Многие говорят о том, что там Татарстан готов. Многие национальные, так сказать, образования готовы к выходу из этой империи зла. Но и регионы, где преимущественно живут русские или русские с украинцами, но они тоже не хотят быть в этой тюрьме народов. Так что, главный вывод, который я хотел бы сделать, Тамара. Нам это не нравится. Тамара Феофилактова. Феофилактова. Какая красивая фамилия. Вот, нам это не нравится и мне не нравится. Я не люблю этих переходных процессов. Не дай бог жить во времена перемен, говорят китайцы. Но не дай бог жить и в тех условиях, в которых живем сейчас мы. Понимаете? В России я имею в виду. Так что, а с тем, что вы не хотите учиться на моих роликах, ну не учитесь. Учитесь о собственных ошибках. Вы хотите заново открывать Россию? Открывайте. Самостоятельно. Я буду это только приветствовать. Мне это нравится. Мне это нравится, когда люди, послушав меня, начинают сами как-то рассуждать, думать. Спехов вам, Тамара.